У меня был момент, где я работала два года на трех работах, без выходных. Приходишь домой и претензии. Там просто все. Потому что у меня одно мнение, у нее другое. Всегда нужно что-то разное. И она хочет, чтобы я вот была как бы слушалась ее. И она вот считает то, что когда я как бы отстаиваю свои права, она считает то, что я указываю взрослым, и взрослые всегда умнее. Проблема в том, что мы с Ариной только вдвоем. У нас никого нет. И поэтому мне приходится все проблемы решать самой. То есть и это и деньги заработать, да, это и внимание какое-то, да, естественно. Не хватает времени, не хватает времени, когда бывает есть время, нет сил. Вот такая вот обида, она связана с папой. Они с папой разведены, и как бы они очень сильно ссорятся. Она типа говорит меня все время его заблокать, говорит типа, зачем ты ему дала свои соцсети, зачем ты ему все дала. И когда он даже звонит ей, ну, как бы ей, но мне, она ставит на диктофон все, ну, я имею в виду на громкую связь, не на диктофон, вот. И подслушивает разговоры, чтобы, ну, типа, я ничего не сказала ему, и он мне такого ничего не сказал. Она все время считает, что он меня настраивает против нее. Дело в том, что это человек, который, он не хочет ей ничего давать. Он полностью все перечеркивает, да, то есть он натворит-натворит, да, потом проблемы, а разбирайся я. Ну, как бы, вот это мне очень не нравится. Поэтому он не задумывается о том, что после того, как, там, после его поведения, после его каких-то там нововведений, да, у нее будут проблемы. Он об этом не задумывается. Ему, как бы, совершенно все равно. Знаете, мне уже как-то все равно стало. Мне, как бы, что нет его, что он есть, как бы, он, ну, честно, он не принимает участие, как бы, в моей жизни, поэтому, от слова совсем. Он только иногда дает какие-то деньги, иногда там маме что-то говорит. Но такого он сейчас вообще не участвует в моей жизни. И, как бы, я вроде, ну, неплохо было бы видеться, но, как бы, если не увижусь, ничего не случится, я не буду плакать. Я уже как-то привыкла в детстве, да, я хотела, как бы, с папой, видеться, что-то там, с ним погулять. Сейчас нет. Мне все равно, как бы. То, что у нее очень несчастная жизнь, потому что она одна тянет на себе квартиру, деревню, там, дачу. Есть дед, конечно, но он же уже старенький. Она на себе все тянет, все ответственность. Иди за меня, у нас кот, собака. Самая, конечно, такая мысль, когда с тобой что-то случается. Ну, то есть, если ты там знаешь, что у тебя кто-то там есть, ну, там, родственники, да, а когда у тебя никого нету, ну, ты знаешь, что никого и нету. У нас сейчас очень такая распространенная проблема, когда в семьях недостаток большой родительского внимания имеют дети. И меня вот эта проблема тоже не обошла стороной. И в семье отец все более страдал от страсти алкогольной. И все больше она забирала у него внимания, силы. И в конце концов, вот мама основной груз, вот этот вот подвиг воспитания детей брала на свои хрупкие такие женские плечи. И со временем, конечно, ну, то есть, вся, весь груз, вся ответственность и весь вот этот труд именно она взяла на себя. И уже вот годы, годы она вот совершала такой вот подвиг материнской любви, подвиг такой вот, ну, даже порой даже выживания. Были у нас такие периоды, особенно в 90-е годы, когда вот были пустые прилавки в магазинах, дефицит, все было так трудно что-то приобрести. И был такой вот, очень такой, ну, кульминационный такой вот момент, когда вообще еды никакой не было дома. Мама, помню, собрала там какие-то остатки картошки. И не на масле даже, а как-то вот на воде приправленное все это слезами. Вот, приготовила, и вот, вот все, что было у нас, мы покушали. Вот, ну, видно было, что настолько ей это было больно, настолько она так переживала. Но в то же время, в то же время я просто вот так вот восхищался со стороны, глядя на мужество, глядя на вот такое, не понимая, откуда такие вот силы берутся, что она не сломалась. Она как-то мужественно все вот это вот несла и продолжала нам дарить свою ласку, вот это тепло, свою любовь. И в конце концов вот мы выросли, я бы сказал, что не обделенные любовью. Как раз-таки любви нам хватило, так, чтобы потом в жизни нам все-таки остаться главным образом человеком, вырасти человеком, и чувствующим, и переживающим, и сочувствующим, и любящим. Вот любовь материнская нам дала все необходимое. Я, конечно, очень благодарен. Благодарен Господу, благодарен вот своей маме за то, что она в своей жизни вот подвиг любви совершила такую вот. Был, конечно, у мамы период, когда, конечно, была такая законная, обоснованная обида на моего отца за то, что не было оказано нужной помощи, такой нужной поддержки, внимания, участия в воспитании. Была обида, было такое осуждение внутреннее. Долгое время это было таким постоянным, таким достоянием сердца. Страдала мама от этого. Мы страдали, потому что мы тоже, конечно, осуждали. Вместо любви, конечно, такой мы... Ну, просто даже и любви. Сочувствие, как это сострадание такому греховному состоянию, мы тоже так обозленные были, ожесточенные, да. Очень важный момент. И в этом вот моменте именно вера человеку помогает осмыслить, как правильно себя вести перед Богом. И перед людьми это, конечно, единственно правильный такой путь. Нужно простить, нужно отпустить грехи, потому что мы сами все тоже с грехом, ну и вообще Бог нас учит прощать. И это облегчение нам самим, это разрешение, это вот внутреннего томления духа, от этого вот страдания, угнетения, которое вот это осуждение совершает над нами. Надо сказать, что мы еще не пришли в церковь, но уже вот это происходило. Уже как-то больше было, знаете, сочувствия и сострадания, потому что образ жизни был у отца такой, что это просто, ну, не жизнь была, это просто существование, это было, ну, медленное просто уничтожение себя. Вот такая вот была у него, вот это вот существование. И, конечно, глядя на это по-человечески, ну, порой даже сердце сжималось, глядя на это, как человек мучается, как он страдает. Решающий такой момент, когда я уже полностью простил отца, это уже произошло в морге, когда я пришел с мамой опознавать тело. Господь его призвал, хотя он так не думал еще о смерти. И вот мы пришли опознавать это тело, мы увидели скелет, знаете, как вот подобно, как годы военные, люди, которые были томимы голодом, которые, может быть, в лагерях содержались. Вот у него, на его теле были, вот оно запечатлило весь его образ жизни, страдальческий. Вот, просто грех был тираном в его жизни. И я посмотрел, у меня как-то невольно даже слезы проступили на глазах. У мамы, она сразу там три ручья стала плакать. И вот этот момент для меня был ключевым. Я уже понял, что он уже в этой жизни очень большую муку принял. И мы понимаем, что она может быть далеко не последней, то есть она может быть продолжится и уже более страшной стать, уже мукой вечной. И вот как-то у меня вот в этот момент полностью сердце ушло, всякое осуждение, обида. И вот оно исполнилось только сострадание. Мне было очень жаль отца. Вот этот момент вот был такой вот. Поэтому, если еще вот при жизни мы это сделаем, просто, а это, ну, опять-таки, нам это помогает вера сделать. Что промысел Божий такой, он всех объемлет, и Господь, ну, каждого призывает к себе. Человек, он за свои грехи, он страдает. Не Бог их, он оказывает, а человек именно из-за грехов страдает. Они имеют свой закон действия, закон разрушительный. И, конечно, вот эти скорби, страдания, это именно из-за действия грехов. И это уже цена очень болезненная. Поэтому вот такая не сладкая совсем жизнь для людей, которые ожесточены грехом, которые живут по греху, по закону греха. Вот и вера, конечно, помогает нам это как-то осмыслить, осознать, и, ну, духовно посочувствовать этой душе. И, конечно, думая о вечности, уже даже молиться начинать. А если этих сил нету у нас, просто они отсутствуют, Бог даст эти силы. Он всем щедро дает. Если мы просим об этом, Господи, помоги мне простить, и Господь обязательно поможет. Может быть, не краткой, какой-то однократной молитвой это происходит. Может быть, какой-то период надо помолиться. Но, несомненно, мы получим просимое. Вот только надо верить и уповать на Бога. Большим трудом молитвенным, там, может быть, и меньшим, но надо потрудиться, надо потрудиться. Но это благо великое для нас самих и, конечно, помощь для родителя, которому нужно тоже, душа, она тоже хочет к свету Христовому пробиться. Но бывает так, что никакого света еще на дальнейшем пути не присутствует. Мы стараемся при любом раскладе в каком-то таком жизненном, в ситуации внутри семейной, не унывать, уповать на Бога. Нам нужно стараться найти и даже отвоевывать минуты для Бога, для молитвы. Для храма время нужно нам отвоевывать. Абсолютно обоснованно, если мы отложим какие-то дела, даже по-человечески важные, чтобы помолиться, чтобы духовно укрепить себя, свои силы, чтобы получить от Господа и вразумление, и очищение, и освящение. И мы уже обновленные, мы вступаем опять, возвращаемся опять к своим проблемам жизненным и чувствуем все необходимые силы, чтобы нам нести свой жизненный крест. И поэтому на первое место нам нужно все-таки стремиться к тому, чтобы Господь на первом месте присутствовал, богослужение, таинство церкви, чтобы не терять Бога, не терять с Ним связь. А это мы говорим о молитве. А все остальное приложится человеку. Господь нам сказал, ищите прежде всего Царства Небесного, а все остальное приложится вам. Это закон незыблемый, это все работает в жизни, это все действует. И нам нужно Бога показать, что мы действительно думаем о Царстве Небесном, мы к Нему стремимся. Мы Его иногда, конечно, теряем, иногда забываем, но мы и потом вспоминаем, и, конечно, и каемся, просим прощения, и молимся. Вот стремиться к тому, чтобы Бог был на первом месте. Терпением спасайте души ваши. Человеческое терпение, оно очень слабое. Господи, помоги, Господи, укрепи, Господи, помилуй, вот Твое божественное терпение, частичку мне, Господи, пошли. Вот то, что, когда Господь укрепит, мы можем такое терпение явить тогда уже, конечно, что оно достаточно будет, чтобы преодолеть какое-то вот испытание, и даже долговременное. Поэтому вот уповая на Бога, уповая на Бога, мы с вами совершаем свой такой жизненный путь, несем свой жизненный крест, и все закончится победой у Бога. Бог не может быть, так какого произойти, чтобы Бог проиграл. Вот. Он всегда является победителем. И греха, и смерти, и дьявола, и греховных страстей, и увлечений, и разных состояний. Все Господь разрешает и приводит к Свету Своему. И Свет Христов просвещает всех. Помоги, Господи, укрепи нас. Упывание, вере, в надежде на Господа нашего. Свет Христов